Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги чисел и сегодня мы будем читать 35 главу этой книги. Здесь следующие темы. Повеление выделить левитам 48 городов. Чтобы они находились между разными коленами. И о городах-убежищах для совершивших неумышленное убийство. Вот эти темы мы рассмотрим. Итак, с первого стиха и ниже. И сказал Господь Моисею на равнинах Моавицких у Иордана. Мы знаем, что Моисей не перейдет за Иордан. Против Иерихона, говоря. Повели сынам Израилевым, чтобы они из уделов владения своего дали левитам города для жительства. И поля при городах со всех сторон дайте левитам. Города будут им для жительства, А поля будут для скота их, и для имения их, и для всех житейских потребностей их. То есть левиты, они предпочитали зарабатывать своими руками. А не надеяться на подаяние десятины. Поэтому им давали на дело земли. Как апостол Павел, хотя он мог пользоваться только благотворением, он делал палатки и продавал их на рынке. Поля при городах, которые вы должны дать левитам от стены города, должны простираться на две тысячи локтей во все стороны. И отмерьте за городом к восточной стороне две тысячи локтей, и к южной стороне две тысячи локтей, и к западу две тысячи локтей, и к северной стороне две тысячи локтей, а посредине город. Таковы будут у них поля при городах, то есть они будут выделенными, отделенными, в этом смысле святыми, потому что еврейское слово «святость» означает отделенность, отделенный, посвященный, это и есть святой. Из городов, которые вы дадите левитам, будет шесть городов для убежища. Убежище – это когда кто-то совершил преступление, например, убийство, но он совершил это непреднамеренно, и он убегал в такие города от мстителей, от кровников, в которые вы позволите убегать убийцы, и сверх их дайте сорок два города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет сорок восемь городов с полями при них. И когда будете давать города во владение сынов Израилевых, то есть в разных коленах эти города, тогда из большего дайте более, из меньшего – менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. Вот здесь прямо говорится о том, что если человек богатый, мы спроецируем это на человека, который приносит пожертвование в храм, он должен дать больше. Если человек бедный, пусть даст значительно меньше. А чтобы не было так, что богатый дает как бедный, а бедный отдает там все, что имеет. Далее уже говорится о городах-убежищах, для совершивших неумышленное убийство. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы перейдете через Иордан в землю Хананскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежищ, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно». То есть речь идет о неумышленном, о непреднамеренном убийстве. «И будут у вас города сии убежищем от мстителя за кровь, чтобы не был умышлен убивший прежде, нежели он предстанет перед обществом на суд». А вот если преднамеренное убийство, а что это значит? Человек и вчера, и третьего дня враждебно относился к тому, кого он убил. То такого можно было взять на казнь, даже если он за рук жертвенника хватался рукою, его могли прям вывести из храма и казнить. Городов же, которые должны выдать, городов для убежища, должно быть у вас шесть. «Три города дайте по эту сторону Иордана, и три города дайте в земле Ханаанской, то есть, собственно, в обитованной земле. Городами убежища должны быть они для сынов Израилевых, и для пришельцев, и для поселенцев между вами. А будут сии шесть городов убежищем, чтобы убегать туда всякому убившему человека неумышленно». И далее, вот, 16 стиха по 34 повторяется то, что мы уже читали о том, как человек нечаянно может орудием производства ударить другого человека, и как он должен укрываться, и как убийца может семейством своим находиться в этом городе убежищем, а мститель не имеет права входить в этот город. И последнее, что хотелось прочитать из этой главы, это вот с 30 по 34 стих. «Если кто убьет человека, то убийцу должно убить, по словам свидетелей. Но одного свидетеля недостаточно, чтобы судить на смерть. То есть убийца должен быть убит. Это благо для убийцы, кстати. Потому что человек за свое преступление платит соразмерно. То есть он убил, и его убивают. И тут действует принцип, что заодно дважды не наказуют. И если он казнен, он никому ничего не должен. Его надо хоронить, тело отдать родственникам, и они совершают погребение, как положено. К сожалению, в советское время людей не только казнили, но и непонятно, куда девали их тела. Это совершенно недопустимо. В Соединенных Штатах Америки, например, убийца президента Кеннеди, Освальд, он похоронен на кладбище семейном, и там просто написано «Освальд». Потому что это непонятно. Человеку казнили, что теперь надо делать что-то ужасное с его телом? А почему? Человек заплатил. Или человек сидел в тюрьме, отсидел от звонка до звонка, вышел на свободу. А ему начинают пенять. Вот ты сидел там, вот ты делал это. Он никому ничего не должен. Он от звонка до звонка сидел, он понес наказание, которое вынесло общество. И те, которые к нему относятся брезгливо, Господь, конечно, накажет их. Потому что это крайняя форма жестокости, когда за одно и то же преступление пытается человека наказать дважды, трижды и так далее. Человек не может всю жизнь отвечать за какую-то ошибку, которую он совершил. Это очень жестоко. А мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Господь отнесется к нам. Итак, одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. Далее говорится, «И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти». То есть, если он захочет выкупить себя от смертной казни, но доказано, что он убил преднамеренно, вот в этом случае выкуп не принимался. В случае изнасилования принимался выкуп отцом девицы, потом заставляли насильника жениться на ней, и он во все дни своей жизни не имел права с ней развестись. «И не берите выкупа за убежавшего в город убежище, чтобы ему позволить жить в земле сей, прежде смерти великого священника». Великого священника это имеется в виду пересвященника. А пересвященник умирал, то общая амнистия объявлялась, общая амнистия, и людей освобождали. Великий священник – это годоль великий, то есть первый среди других священников. Годоль Коген – великий священник. «Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролития на ней крови, как кровью пролившего ее». То есть получается, что страна, в которой совершаются аборты, она залита кровью вот этих детей, которым не дали даже родиться. Какого же благополучия она может для себя ждать? «Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я, ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых». Мститель за кровь сам может умертвить убийцу. Это обычай частной мести. До наших дней сохраняется у арабов. Кровный мститель, по-арабски это Гуэль, ближайший родственник жертвы. Он же законный покровитель его ближних. На нем лежит, например, обязанность препятствовать отчуждению их земель. В расширенном смысле этого слова Гуэлом Израиля, то есть покровителем, называют Бога. Это объяснение экзегетов по поводу вот этих мстителей, которые мстили как кровники за убитого их родственника. Итак, сегодня мы совершили обзор чтения 35 главы. Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы читаем последнюю главу книги чисел. Это глава 36. Спасибо Господь. Берегите себя. Спасибо.